13 ноября по всей России прошла акция «Один день участкового уполномоченного полиции». Азбез не стал исключением. Суть данного мероприятия в том, чтобы показать нюансы и сложности работы участковых всем заинтересованным жителям. В Азбесте нашлась всего одна очень интересующаяся работа участковых горожанка Анна Никитина. Девушка с детства мечтает работать в полиции и решила убедиться, что сможет стать представителем закона. Работа, конечно, очень сложная у участковых. Требуется много сил и хорошие. Нужно иметь нервы, чтобы работать с населением. Население разное. Начиная от уголовников, заканчивая бабушками, дедушками. Каждое утро участковых начинается с так называемой «планерки», на которой начальник докладывает подчиненным о преступлениях, совершенных днем ранее и о планах на текущий день. По физической реагировке. Первая половина дня для участкового, как правило, проходит в работе с документацией. Город участковый Игорь Карпов обходит пешком. В этот день ему нужно посетить Управление федеральной миграционной службы. Во второй половине дня участковый начинает обход по квартирам, в которых живут нарушители закона или граждане, подозревающиеся в этом. В этот же день проходила сдача нормативов по владению оружием. Участковый Игорь Карпов справился с предъявленными требованиями. У нас происходит разборка, сборка пистолета на время. Мы должны быстро его разобрать, неполная разборка, неполная сборка. Вложиться в обменной норматив. А сколько норматив? У меня получилось 7,9. Еще один норматив – стрельба из пистолета по мишеням. С расстояния 10 метров нужно попасть не менее трех раз в мишень. Размером с лист А4. Анна Никитина провела с участковым Игорем Карповым целый день на службе и не изменила своего решения стать участковым уполномоченным полиции. Ольга Овчинникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.